Дорогие друзья, всем привет! С вами Фабрика Карнавала, и сегодня у нас в гостях руководитель направления праздники Сутягина Оксана. Оксана, привет! Привет всем! Привет, Алина! Расскажи, пожалуйста, историю, как ты пришла к нам в компанию и на какую должность. Пришла я к вам в компанию, к нам в компанию в 2020 году в конце августа на должность организатора. У нас такой был чатик, где много-много всяких людей, где аниматоры, люди каким-то образом причастные к празднику. И вот в этом чатике я увидела сообщение, что требуется много-много сотрудников в отдел праздники, в развитие, в направлении праздники. Я откликнулась на роль организатора. Организатор праздников. Организатора, да, праздников. Пришла на собеседование Корине Александровне. Вот, всё прошло успешно и приступила уже на следующий день к работе. Ты работала организатором праздников и потом через какое-то время стала руководителем отдела продаж праздников. Насколько я знаю, ты никогда не хотела связываться с продажами, в целом тебе не нравилось вообще всё, что связано с продажами. Как ты, во-первых, стала руководителем отдела продаж и как ты полюбила продажи? Да, это интересная история. Я никогда не хотела заниматься продажами, думала, что это какое-то впаривание, втюхивание, это что-то нужно людям обязательно продать, ну, ведь итоговая цель такая задача. И мне не хотелось этим заниматься, мне уже хотелось получать проданный продукт и организовывать праздники, уже непосредственно выполнять эту задачу. И когда я дежурила, это было по субботам, менеджеры работали по будням с понедельника по пятницу, а по субботам организатор дежурил и принимал входящие звонки. И спустя неделю, по статистике, мы увидели, что у меня продаж больше, чем за этот один день, за несколько часов, там, с 10 до 4, у меня продаж больше, чем у менеджера за всю неделю. То есть у тебя просто круто получалось. Да, то есть это просто нативно получалось. Я очень люблю то, что мы делаем, я очень хорошо знаю продукт, и у меня легко получалось продавать. Я поняла, что продажи — это не втюхивание и впаривание, а это, в первую очередь, помощь клиенту подобрать именно то, что ему нужно, что ему подойдёт. Как я думаю, я хорошо чувствую людей и могу им подсказать, и знаю наш продукт, могу подсказать, что именно им подойдёт. То есть тебе ещё помогла любовь к своему делу. Без этого в продажах никуда. Ты должен гореть и любить то, что ты продаёшь. Гореть, любить, знать, любить людей, и без этого никак, конечно. Как ты считаешь, благодаря каким твоим качествам ты стала занимать руководящую должность? Я просто очень старалась, делала свою работу хорошо, и хотела, чтобы все остальные тоже делали свою работу хорошо, и помогала всем, подсказывала, как бы направляла их в нужное направление, и так, само собой, как-то получилось, что у меня собралась команда менеджеров. Здорово. Ты сама набирала людей или они просто к тебе в команду пришли? Так получилось, что да, я сама собирала команду, проводила собеседование для меня, это был новый опыт в компании, очень интересный. Да, сама набирала людей. После того, как ты проработала руководителем отдела продаж, ты получила ещё одно повышение. Теперь ты руководитель направления праздники, то есть руководитель и отдела продаж, и производства праздников, организаторы, аниматоры. Расскажи, пожалуйста, что сейчас входит в твои обязанности в основном, и чем ты сейчас занимаешься? Вот когда я стала руководителем, сначала я организовывала праздники, потом я их продавала и организовывала сама, потом у нас набралась команда, и мы делали всё, как бы и продавали сами, и организовывали, и курировали, и всё делали, как бы, ну, один человек занимался всем процессом. Одним клиентом, то есть клиент, и его ведёт один человек полностью. Да-да-да, полностью весь цикл идёт от продажи до организации, курирования и взятия обратной связи. Дополнительные люди в нашей команде — это костюмер, оформитель, маркетологи, которые помогают, да, системный администратор, бухгалтер и много-много людей. Да, специалисты, все-все-все. Вот, да. А потом нужно было как-то на чём-то особенно фокус вот куда-то свой направить, что самое важное, да, без продаж никуда, поэтому было принято решение направить мой фокус в продажи. Я занималась уже только продажами, только менеджерами, и было принято решение взять ещё одного руководителя на должность производства праздников. Вот такой был опыт. Вот. А потом вот совсем недавно опять немножко структуру переиграли, пересмотрели, и я стала снова управлять и менеджерами, и организаторами, да, и полностью как бы смотреть на всю картинку сверху. Вот. И у нас теперь разделились обязанности. То есть менеджер занимается только продажей, далее уже готового клиента он передаёт организаторам, которые уже занимаются организацией праздников. Подготовкой, да, к празднику уже, да, да, да. То есть менеджер, он занимается, да, только продажей, а организатор, он непосредственно уже взаимодействует и с менеджером, и с клиентом, и с подрядчиками. То есть отвечает он организатор, руководитель этого праздника. Вот. И вообще, на самом деле, каждое звено в команде — это очень важный человек. То есть каждый человек, он должен выполнять свою работу на все 100%, а то и тысячу, чтобы праздник прошёл великолепно. Ну, у нас получается 100% командная работа, то есть ответственность за праздник лежит на всех. То есть это и костюмер, и оформитель, и организатор, и менеджер. Каждый несёт какую-то свою ответственность, и в дальнейшем создаётся хороший, качественный праздник. Да, совершенно верно. То есть здесь каждый человек очень важен, и непосредственно аниматор тоже очень важен, ведь на нём лежит самая главная задача. Да, аниматор, аниматор, я забыла. Провести вот этот праздник именно так, чтобы вот все желания, все вот всё, что делали люди, да, выше, чтобы это реально реализовать. То есть это очень-очень-очень важный человек в команде. Но вот какие у тебя сейчас обязанности основные? Вот ты приходишь на работу, чем ты занимаешься в течение дня? Сейчас я управляю вообще полностью всем, то есть уже не только фокус туда, но и на всё. И я контролирую и работу менеджеров, и работу организаторов. Сейчас мы создаём школу аниматоров. Да, слышала про это, да, круто. Расскажи про это, что это такое, когда это стартует. Это уже стартовало. Уже стартовало? Да, 27 ноября, в понедельник мы набрали несколько человек, чуть меньше десяти. Аниматоров, которые будут обучаться. Аниматоров, да, то есть новеньких ребят, которые вообще с нуля... Без опыта. Да, пришли, но они, главное, очень хотеть. Если есть талант, желание, энергия, то всё получится. Какие критерии отбора были для аниматоров? В первую очередь это должно быть желание. Они должны быть молодые ребята, активные. Вот. Должны любить детей. Ну, как бы хотеть, самое главное. Круто очень, очень классно. Вот. Расскажи, что сейчас в твоей работе тебе нравится больше всего? Я всё люблю в своей работе. Я не могу выделить что-то одно. Это полностью весь цикл. Это моя... Мне нравится вообще заниматься праздниками. Это очень хорошее вообще... Как сказать? Это хорошее направление, это хорошая деятельность. Дело, мы несём свет, радость. И мне нравятся все процессы от самого начала и до завершения этого цикла, так скажем. А нет такого, что, например, тебе тяжело даётся? То есть в этом цикле что сложнее всего организовать? Не знаю. Трудности, они бывают во всем... Ну, трудности как бы без них никуда. Они встречаются, бывают. Но чем труднее и сложнее задача, тем она интереснее. И есть процессы там взаимодействия между сотрудниками, да, нужно наладить там, чтобы костюмер там всё вовремя подготовил, все вовремя приехали, чтобы с клиентом вот этот вайб-коннект настроить. То есть есть разные моменты, которые иногда бывают трудными, но они как бы... чем труднее задача, тем она интереснее. Ну и командность всё-таки, командная работа, она всегда сплочает и помогает решить какие-то сложности. Это тоже очень классно и важно работать в команде. Вопрос такой. Проводишь ли ты собеседование и какими качествами должен обладать новый сотрудник для того, чтобы ты захотела взять его к себе в команду? Он должен быть... он должен хотеть стараться, он должен быть старательным, у него должны гореть глаза, у него должно быть желание реализовать всё. Он должен быть воспитанным, вежливым, элементарные какие-то, да, вот эти вот человеческие качества, нехабалистым, да. То есть этот человек должен быть... у него самое главное, он должен хотеть. Если человек хочет и горит, то у него обязательно получится. А насколько важен опыт? Опыт, если он есть, это отлично. Но без опыта мы можем рассмотреть человека, если он кажется нам... Да-да-да, я думаю, что всегда, если есть опыт, это, конечно, преимущество, сильное можно усилить, и ещё сильнее, а слабое, да, и слабое укрепить, там, там, повысить. Вот. Поработать над этим и научить, и главное, чтобы было желание, на мой взгляд. Ну хорошо. С качеством сотрудника определились, а почему он должен у нас остаться? В чём наше преимущество для него? Мы стабильная, развивающая компания, развивающаяся, которая не стоит на месте, постоянно растёт, у нас невероятно интересно. Мы постоянно обучаемся, развиваемся, у нас интересная работа, ну и опять же мы делаем доброе, классное дело. И у нас карьерный рост очень стремительный, многие сотрудники, приходя на одну должность, вырастают до руководителей, что далеко не везде есть, тоже хотела бы это отметить. Да-да-да, у нас очень классная команда, где можно самореализоваться, реализоваться, воплотить все свои мечты и желания в реальности. Очень круто. Работала в праздниках, и работаешь в праздниках уже очень давно, организовала огромное количество праздников. Расскажи про твой самый любимый, возможно, какой-то самый запоминающийся или что-то самое яркое, вот что тебе больше всего запомнилось? Какой праздник? На самом деле, так же, как и что я больше люблю или не люблю, да, это очень много праздников, которые были просто потрясающие, которые до мурашек, и ты приходишь домой, ложишься спать, а у тебя просто состояние полнейшего счастья от того, что ты сделал что-то невероятное, просто эмоции детей, родителей, их благодарность, они подходят, обнимают, возвращаются к нам снова и снова. Мы проводим им праздники несколько лет, я вижу, как эти дети вырастают на моих глазах, то есть это просто невероятное ощущение, вот из последнего в это воскресенье мы проводили классный праздник в тематике волшебник изумрудного города. Это было на выезде, мы снимали, да-да-да, лофт, это был интерактивный спектакль, где каждый человек, который работал, у нас достаточно большая команда на площадке работала, вот, и каждый человек, который работал на этой площадке в этот день, выложился просто на тысячу процентов, и, ну, просто вот каждый отработал. Интерактивный спектакль, это как, то есть получается какая-то инсценировка, в которой дети сами могут участвовать, правильно? Да-да-да, то есть это обычный спектакль, да, когда детки сидят на стульчиках, смотрят представления со сцены, а тут они непосредственно играли, взаимодействовали с артистами, принимали участие. Не совсем анимация, это больше как участие именно в инсценировке, в спектакле. Да, то есть у нас наши артисты, они заранее приходили на репетиции, репетировали, учили слова, у нас была читка сценариев, и потом уже непосредственно на площадке уже артист в каждом своём образе говорил свою роль, и детей взаимодействовал при этом очень активно с детьми, с аудиторией. А кто писал сценарий? Сценарий писала наш новый организатор Ольга, у неё режиссёрское образование, она закончила институт, и она подготовила для нас вот такой вот крутой сценарий. Алина, это мой кабинет, где я контролирую работу наших сотрудников, взаимодействую с нашими подрядчиками, клиентами, менеджерами и другими ребятами. Здесь у меня любимый мой уголочек с нашими почётными всякими грамотами, письмами, благодарностями. Кстати, вот на подкасте я тебе рассказывала про праздник, который проходил в эти выходные в тематике «Волшебник из Умрудного города». Клиентка в благодарность за нашу работу подарила мне вот такую кружечку, на которой нарисованы герои из сказки «Волшебник из Умрудного города», которые девочка сама рисовала. Также мне подарили вот такой красивый календарь, где много-много рисунков, которые делала девочка-именинница, для которой мы проводили праздник. Мы проводим уже 4 года, с 2020 года праздники для этой семьи. Это невероятное чувство, когда ты видишь, как ребёнок вырастает, как он взрослеет, какой он многосторонний, талантливый. Я думаю, что у нас впереди ещё будет много-много таких потрясающих праздников. Ещё хотела добавить про праздники, что каждый праздник, в нём есть какая-то определённая своя энергия, своё волшебство. Вот впереди Новый год. Это всегда что-то такое сказочное, волшебное. Дети с нетерпением ждут этот праздник. Мы также готовимся к Новому году с лета. Наши костюмы, Дед Морозы, артисты. Мы готовимся к этому и ждём Новый год. Я тоже очень жду Новый год. Конечно же, в фабрике карнавала я заказала Деда Мороза со Снегурочкой для своего личного праздника. Так что тоже с нетерпением жду наших шикарных, роскошных Деда Мороза со Снегурочкой костюмы, для которых, кстати, я нарисовала сама, что тоже для меня очень ценно, что к моей дочке придёт Дед Мороз и Снегурочка, которые... Моя личная разработка эти костюмы. Так что очень жду вас в гости. Да-да-да, это очень круто. Я уверена, что марта оценится. Я думаю, да. Оксана, расскажи, пожалуйста, какие у тебя планы и цели на ближайшие пять лет? Я хочу развивать направление нашей праздники. Мы будем расширяться. Хочу вывести компанию в уверенный плюс. То есть именно наше направление. Мы хотим масштабироваться. Хотим масштабироваться в другие города, в регионы, в... Да что уж говорить, и в другие страны тоже хотим. Оксана, спасибо тебе большое за этот подкаст. Было очень приятно с тобой побеседовать. А с вами был подкаст «Фабрики карнавала». Всем пока-пока. Спасибо, пока. Субтитры подогнал «Симон»